На железнодорожной станции Молодежной на окраине Перми каждое утро многолюдно. Отсюда в 7 часов в центр города уходит одна переполненная электричка, вслед за ней в 7.44 другая. На железнодорожном транспорте людям проще добираться до работы. Это очень удобно. Для нашего города это наземное метро. То есть мы можем доехать от Молодежной, от нашего отдаленного района до центра города всего за 20 минут. А на автобусе полтора-два часа и плюс еще пробки. В Краевом министерстве транспорта всегда склонялись к развитию проекта «Городская электричка». Но в 2017 году объявили населению, что железнодорожная ветка горнозаводского направления убыточна. Она перевозит всего 2390 человек в сутки. У поклонников электрички цифра оказалась выше. Они посчитали, что на электричке в день ездят 2390 человек. На самом деле, как мы видим, только на одной электричке едет около 2000 человек. А таких электричек в день 34. Помимо этого, по данной дороге проходят два междугородних поезда. Горнозаводскому участку железной дороги уже 140 лет. Она сразу была проложена вдоль берега Камы. Сначала на грузовых поездах перевозили продукцию местных заводов, а в советские времена по рельсам пустили электричку. Два года назад, когда Пермь посетил Владимир Путин, губернатор края Максим Решетников озвучил гостю свои планы по реконструкции набережной. С железнодорожной веткой решено было распрощаться в пользу строительства на берегу современной зоны отдыха с театрами и музеями. Вот только жителей города не спросили, что им важнее – комфорт у реки или электричка. У нас не Сочи и даже не Крым, а большую часть года холодно. Поэтому, конечно, полгода снег и весной и осенью холодно. Поэтому большую часть года здесь, конечно, никогда не будет много народу, потому что климат этого не позволяет. Краевой Минтран с помощью пассажирам электропоезда планирует построить в районе Мотовелихинских заводов большой транспортный узел. Пермяки, доехав на электричке до своеобразной автостанции, будут пересаживаться на автобусы и ехать уже на нем в центр города до речного вокзала. Сейчас в качестве эксперимента запустили автобус номер два, но пока он перевозит только воздух. Вот стоят автобусы, ждут людей, а пассажиров здесь нет. Все люди пользуются электричкой. Это удобно, комфортно, потому что зачем нужна эта пересадка кому-то? Это тратит комфорт и время людей. У пассажиров очень много вопросов. Где будет построен транспортный узел? Если с электрички утром выйдут минимум 500 человек и отправятся на автостанцию, сколько же потребуется автобусов? Пять? Десять? Пробки и без них просто огромные. Самое страшное, уже сегодня экспериментальные автобусы второго маршрута пересекают аварийный путепровод по улице Монастырской на подъезде к речному вокзалу. Многие горожане откровенно боятся за свою жизнь. Аварийным он призван с 1999 года. И пропускная способность у него всего 10 тонн. Автобусы, которые запустили Волгобас, весят 10,5 тонн без учета пассажиров. То есть, если пассажир наполнит его полностью, он будет весить 18 тонн. В конце 2018 года сторонники электрички провели митинг в ее защиту. Направили письма во все инстанции, вплоть до Москвы, оставить горнозаводский участок железной дороги в покое. Из Кремля пришел ответ – решить проблему на местном уровне. И вдруг решили вместо электрички пустить трамвай. Эта трамвайная линия должна стать некой основой такого безопасного транспорта, который свяжет Мотовилиху и Пермь-2. Трамвай, сами знаем, ездит довольно быстро, но ему не требуется дополнительных каких-то пешеходных переходов. Это в рамках правил дорожного движения. Около 700 миллионов рублей будет выделено на развитие безопасной трамвайной сети вместо опасного железнодорожного транспорта. Плюсом за 445 миллионов выкуплен земельный участок паровозоремонтного завода имени Шпагина. За 799 миллионов приобретен у РЖД «Товарный двор». Счет уже идет на миллиарды. И все это во имя идеи красивой набережной. Причем я считаю, что здесь даже идет нарушение бюджетного законодательства, потому что крупные проекты, более миллиарда, они должны вообще-то обсуждаться, проходить всенародное обсуждение. Сегодня этого нет. Пермские геологи, географы, экологи против бурного строительства на набережной Камы, потому что здесь идут ополозневые процессы. Деньги могут быть потрачены впустую. Например, постепенно по склону сползает к воде здание офиса Пермской финансовой группы. Здесь даже построили подпорную стену. Не станут ли аварийными все будущие грандиозные постройки? На первый путь прибывает электропоезд до станции Перм-2. Своими вопросами, своей борьбой пермским общественникам удалось немного отсрочить прощание с электричкой. В 2019 году железную дорогу не ликвидируют, как планировали. Еще три года электричка проработает в прежнем режиме. Пока не будет построен транспортно-пересадочный узел Матавилиха, а это планируется сдать его конец 2021 года, начало 2022, у нас железнодорожную ветку не закроют. В Министерстве транспорта Пермского края считают, что люди недооценивают проект с набережной. Но лишь время покажет, смогут ли горожане с комфортом передвигаться по городу в 2023 году, в год 300-летия Перми. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.